Очень обидно видеть эту картину. Наверное, у людей какое-то неуважение к себе и к природе, к земле, которой они находятся. Разочарование испытывают ребята, которые пришли на очистку берегов в природоохраняемую зону. Весна только началась, а места отдыха уже усыпаны бутылками и пакетами. Несмотря на замечания природозащитников и даже штрафы, мусора после пикников меньше не становится. Александр Кротов и Азат Хабибуллин считают недопустимым такое загрязнение природы. А невоспитанники спортивной школы «Батыр» вместе с остальными ребятами активно подключились к уборке мусора. Его очень много. Целая куча бутылки разные, напитки алкогольные даже. Собирает очень много. За первые 15 минут такой мешок собрали. Огромный. И таких мешков уже, наверное, штук 10. Наша экологопросветительская деятельность не проходит зря. И они вот сами вызвались и предложили нам помочь прибрать наш природный заказник. Если мы сейчас это не уберем, потом сюда просто будет невозможно прийти. Это будет похоже на какую-то свалку. Акцент на экологическое просвещение не случайно. Природозащитники уверены, что именно такая форма работы позволяет достучаться, особенно до детей и молодежи. Организовав первый в этом сезоне субботник с участием старшеклассников, убедились в том, что именно дети способны научить взрослых корректному отношению к природе. Хочу сказать, чтобы смотрели на своих детей, что они же за своими взрослыми убирают этот мусор. Сами вызываются на это и с детства уже хотят, чтобы их природа, куда они приходили, места их посещения были чище и радовали глаз. Сотрудники комитета по биоресурсам и природного заказника «Чистые луга» контролируют порядок и проводят санитарную очистку на охраняемой территории до самой осени. До тех пор, пока не завершится сезон отдыха. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!